Третье. Дэн Кэмптон, Герберт Уэссу. Лондон, 30 сентября 1900 года. «Именно потому, что ты не ведаешь, что творишь, я и не могу простить тебя. Если бы ты знал, что твое письмо с перечнем всех преимуществ и соглашений должно оскорбить меня и дать ложное представление, будем надеяться, о тебе и о женщине твоей любви, я простил бы тебе его оскорбительный для нас всех тон и приписал бы непристойный недостаток сердечной теплоты, сдержанности или печали, охватывающие сердца при избытке счастья. Но что-то говорит мне, что ты не отдаешь себе отчета в холоде, которым веет от твоих слов. А этот грех простить нельзя. «Он ее не любит», — сразу решила Барбара, положив прочитанное письмо на стол жестом, которым она откладывала в сторону и тебя. «Жесты твоей сестры всегда выразительны. Я рассмеялся над ее приговором, и она вскоре присоединилась к моему смеху. Мы не собираемся необдуманно отдаваться нашим опасениям. Кто может указать любящим, как им следует писать сестрам и приемным отцам? Но все же существуют вещи, которые не должны быть написаны. Нельзя писать, что любовь не является переломом и вторым рождением, и что она, наоборот, обычно как общее место, случайная сделка, которая не боится перемешивания. «Барбара показала нам твое письмо к ней. Разве я писала так о себе и Эре?» «Ты так не могла писать», — возразил я. «Тогда и Герберт не должен так писать», — заявила она. «Здесь мне следовало сказать ей, что мужчины и женщины созданы по разным образцам. Но кто может втолковать что-либо Барбаре?» «Я ничего не сказал, и мы затаили в себе недовольство, что ты в такой серьезный момент обманул нас своей холодностью». «Шестилетняя разлука, с коротким перерывом в несколько месяцев, должна изменить многое. Когда Барбара назвала твое письмо противоестественным, она не приняла во внимание того, что нам неизвестно, что для тебя является естественным. «Она и я, мы привыкли предопределять тебя. Твой характер, поступки и мысли. Руководствуюсь, ну, хотя бы тем, что тебе дорог Ворцворд, и что ты живешь им, не умея проникнуться до конца его строгим душевным спокойствием». «Юношество, живущее надеждой, всегда раздираемо сомнениями». «Я не давал обетов. Их дали за меня другие, накладывая на меня неведомые узы, чтобы я мог, слегка греху лишь уступая, быть тем, кого высокий отмечает дух». «Бледный восход с вершины Темальпайса и твой голос, звенящий при словах. Кого высокий отмечает дух?» «Великолепие зари на туманных хребтах гор. Все говорило за тебя. Ты был так дорог мне. Эта заря предвещала чудо твоей жизни, и ее сверкание было достойно сына Ойринга». «Скажи мне, ты все еще читаешь Ворцворта коленопреклоненным?» «Я с сожалением вспоминаю о тех временах, когда все твои мысли были мне известны, и когда дни текли счастливо, полные тобой и надеждой. Я жалею о твоем развитии, если оно привело тебя к тому, что ты прозаическим языком говоришь о прозаическом браке и о медовом месяце, совпадающем с получением ученой степени. «Я думаю, что ты слишком доволен этим совпадением. Но все же я рад твоему письму. Не может быть, чтобы продиктовавшая его душа не была прекрасной». Эстер Стеббинс, поэт. «Я склоняюсь над ее стихами и вдумываюсь в них, как вдумывался несколько дней назад в твое письмо. «Я вызываю духа любви. Если женщина довольна, а насколько выше довольство ее чувства и сознание, что ты принадлежишь ей, а она тебе? Разве это не лучший показатель того, что все обстоит благополучно?» «Я вызываю духа любви. Таков он при встрече, таков при расставании. Даже сегодня вечером, когда от всего веет холодом и все непонятно, мне удается разглядеть свет и тепло в твоих словах. И то, что я нахожу, создает твой образ. Но мне пришлось погрузиться на большую глубину, пока мой дух нашел тебя. Ибо ты позволил себе говорить, когда за тебя должно было говорить молчание. «Покажи мне подлинную Эстер Стеббинс, искру божественного огня, составляющего ее сущность. Над ее головой не принеслись еще жизненные бури. Она будет смеяться и создавать из своего смеха поэзию. Если она плакала до встречи с тобою, тем легче ей будет улыбаться. Иногда смех звучит эхом рыдающего мизерере прожитых лет. Люди усмехаются в иронии страдания, улыбаются холодной, вымоченной улыбкой смирения. Они смеются ради забвения. Смеются, чтобы не умереть от печали. Пожимание плечами, движение губ – одно слово, и жизнь спасена. Лекарство столь же сильное, как и средство от эпилепсии. Излечивая судороги, оно превращает больного в идиота. Если наш смех делает нас идиотами, то мы дорого платим за привилегию продолжать наше существование. Эстер будет смеяться, потому что она счастлива, и ей нужно выразить громко свое счастье. Ей нечего бояться, что, выражая его, она его потеряет. Передай ей мой привет и торопись проявить себя. По этому письму ты можешь судить, что я не болен и нездоров, и что я стремлюсь к далекой судьбе. Если бы я был не поэтом, а купцом, я чувствовал бы себя иначе. Дэн Субтитры сделал DimaTorzok